Что Билл Гейс постит в своем инстаграме, почему Северная Корея отпустила заключенного канадского пастора и о чем пели танцоры на Суматре, об этом мы не только в нашем обзоре. Парочка чертиков, динозавр, стайка Вандервумен и многие другие персонажи поучаствовали в ежегодном благотворительном марафоне City to Surf. Всего участников забега насчитали порядка 80 тысяч. Пробежать традиционно 14 километров от центра Сиднея до Банди Бич может каждый желающий. Нет ограничений ни по возрасту, ни по роду занятий, ни по физическому состоянию. За почти полвека организаторам удалось собрать свыше трех миллионов долларов. У основателя компании Microsoft Билла Гейтса наконец появилась собственная страница в инстаграме. Миллиардар пишет, в соцсети собирается рассказывать о работе благотворительного фонда и о своих интересах. Первую запись Гейтс посвятил поездке в Танзанию. Он опубликовал три фотографии и рассказал об обеде со школьниками в провинции Мехуза. За сутки на страницу подписались свыше 134 тысяч человек. А первую запись создателя Windows оценили более 50 тысяч пользователей. После двух лет пребывания за решеткой в Северной Корее, в Канаду домой вернулся пастор южнокорейского происхождения Хён Су Лим. В 2015 году он прибыл в КНДР с гуманитарной миссией, но вскоре был осужден к пожизненным каторжным работам за попытку свержения режима. На суде Хён Су Лим публично признался, помогал людям бежать из страны. О возвращении пастора на родину хлопотал советник премьера Трюдо по вопросам нацбезопасности. Но в Пханьяне сообщили, что отпустили узника по гуманным соображениям из-за слабого здоровья. Подобрали все, что плохо плавало. Бразильская полиция арестовала 11 человек по подозрению в воровстве. Местные жители вскрывали контейнеры, которые выпали из грузового судна. Мужчины добирались к жестяным коробкам на моторных лодках и доставали из них одежду, технику, медицинское оборудование, велосипеды. Полиции удалось перехватить две шлюпки с награбленным. В воде оказалось около 45 контейнеров с товарами. В Индонезии 10 тысяч мужчин пели о необходимости сберечь для потомка в местный национальный парк. Рекордный по количеству участников спектакль провели в провинции Ачеху на Суматре. Мужчины в черно-желтых традиционных костюмах, сидя плечом к плечу, руками танцевали саман или танец тысячи рук, который признан ЮНЕСКО нематериальным мировым наследием. Цель мероприятия – привлечь на остров больше туристов, деньги которых помогут уберечь тропические леса, а также спасти тигров и слонов от браконьеров.